И еще о новостях культуры. Декоративно-прикладное творчество, народные песни и танцы. Сегодня в Барнауле завершился фестиваль детского народного творчества «Золотые ворота». Екатерина Варкентин пообщалась с участницей, чей голос называют колокольчиком. Песня «Золотые ворота» Инструментальный игровой фольклор, народное пение, танцы и декоративно-прикладное творчество – все это лишь малая часть того, что умеют участники творческого состязания. В Барнауле завершился пятый юбилейный фестиваль детского народного творчества «Золотые ворота», который провел Центр эстетического воспитания «Песнохорки». Если раньше у нас были только фольклорные коллективы, но мы убедились, что у нас очень много коллективов, которые занимаются просто народным творчеством. И поэтому в этом году у нас вот, можно так сказать, границы фестиваля, они расширились. По словам Ольги Камаловой, на фестиваль собрались все, кому не безразлично, русская народная культура. А это больше 500 участников – от школьников до студентов, коллективы творческих студий, детских садов и школ Барнаула. Я, получается, в седьмом классе музыкальной школы уже, седьмой год занимаюсь. Ну вот, просто в детстве решил играть на Балаке, вот до сих пор играю. Я никогда не думаю о победе, я думаю только о том, чтобы мне было хорошо и зрителям. И, типа, ради этого я играю. Помимо конкурсной программы, за три дня участники успели организовать выставку народных ремесел и промыслов, а также посетить мастер-классы от именитых педагогов. В следующем году организаторы ожидают еще больше участников. Екатерина Варкентин, Антон Червяков, Новости.